Делегацию, ну и пришлось вот футболистам «Зенита» и руководству клуба остановиться Остановиться И тренер словацкой сборной Коциан перед вот этим матчем беседовал и со Шкартелом, и с Камилом Чинтофальским Выяснял их Ох, какой момент сейчас у ворот «Зенита» Потрясающую возможность имел Петр Курочка Вот посмотрите Хаген потерял позицию Крижанеца и того же Шкартелла и Радимова Ну вот смотрите, и Шкартелл, и Крижанец, и Рик Грегушка выполняет функции такого свободного, свободно действующего, необремененного Ну и Алекандро Домингес подобрал мяч на своей половине поля Хороший мог получиться удар, попади он в цель По поводу нарушений правил, Грегушка выполняет штрафной, забрасывает мяч Туда поближе к воротам Гибала Хороший момент Вот он, девятый номер, Гибала И вновь Анюков выбрасывает мяч на аргентинца Очень сложно было Павлу Погребняку Изловчиться в этой ситуации Конечно, дорогие друзья, что тут уж никакой Америки я для вас не открою Матчи эти проходят в два В два этапа Второй отборочный Нет, нет, видел Малафеев, что мяч летит мимо Так, на всякий случай Контролируя его полет Правда, был, по-моему, рикошет Сейчас давайте посмотрим Вот Грегушка Да, конечно Был рикошет Угловой в матче Ну и, естественно, Грегушка пришел Ну а Маруш Хома Среди Нита Димачук Можно бить поворотом Что он и сделал Денисов Угловой Димачук Вновь Денисов Домингес Подождал Денисова Вложил ему мяч в ноги А дальше А дальше А дальше Маленькое чудо Сыграло на пользу Команды Вийон В ней пять минут 73-27 В пользу Зенита Процент владения мячом Посмотрите еще раз Вот кореец Ким подал Зырянов Попал в штангу И вот дальше И вот дальше Может быть Помешал тут Погребняк Денисову Сразу Нанести удар Поворотом Затеял Не совсем Свойственный Для него Дриблинг Демонстрацию Техники Павел Погребняк Довольно Странного Качества Передача На соперника Разобрались Сейчас Воротом Михаила Пешковича Можно с большой Натяжкой А мы с вами Посмотрим Давайте Вот Еще раз Повтор ситуации Когда Зырянов Бил поворотом И вот здесь Вот Ну очень Долго Откреп А курочка Вы знаете Отошел Сейчас давайте Посмотрим За великолепной Ситуацией Которая возникла У Павла Погребняка И Ну как сказать Бездарно Распорядился Этим Мечом И этой Возможностью Павел Погребняк Ну можно Обидеть Талантливого Футболиста Ну посмотрите Возможности Для того Чтобы Открыть счет Я думаю У нашего Форварда Были И Варианты Были Самые Самые Разные Неточную Передачу Ян Безул Сделал И вот Хороший ответ Зенита Может получиться Справа Денисов Передача И вновь Погребняк Ну нельзя не отдать должное Вратарю Михаилу Пешковичу Который вышел Из ворот Посмотрите Максимально попытался Сократить угол Обстрела А он так Упорно Не глядя По сторонам Демонстрируя Что у него Отсутствует Периферическое Зрение Шел На вратаря И Пытался Пробить Его А это Сейчас пытался Радек Ширл Пробить Голкипера Подача Хорошо сыграл Чиж Ну и уже С Свою штрафную Помочь игрокам Обороны А счет Становится 1-0 Эрик Хаген Эрик Хаген Открывает Счет Голам В этом матче Вот свою Светлую голову Подставил Норвежец Посмотрите Да по-моему Даже не столько Голову Сколько Плечом Играл Сейчас увидим На повторе Еще раз Да Такое ощущение Что Мяч Не попал После Подачи Александра Торнер Подавали Футболисты Это Марашхома Третий номер Прошу прощения Вот давайте Посмотрим Посмотрим Хороший удар Малафеев На месте Помним Мы с вами Сколько Великолепных Возможностей Было У Павла Погребника Ну Вы видели Да Коридор И вновь Опасная Ситуация У Прошу прощения Вы знаете Ян Гезл Десятый номер Команды Вион Мог и сам Наверное Завершать Эту атаку Не получился Удар У Игоря Денисова Столь Известный На европейской Арене Футбольного Не столь Известного На европейской Арене Футбольного Клуба Какой момент Был сейчас У Гезла Вот давайте Посмотрим Еще раз Ну Практически Идеальная Позиция Только Хрижан И тот же Шкартел Вновь Неточный Удар На этот раз Анатолий Тимошук Все стандарты Исполняет Капитан Еще раз Напомню вам Сегодня Чернок Отсутствие Тимошук Может И с этой Дистанции Пробить А это Делает Домингес То ли Такой Глазомер Точный У Пешковича Да Видел Видел Галкипер Что мяч Летит Футбол Александра Нюков Своим Своим Стал В зените Прижился Ох Какой Момент Ну вот То о чем Я вам Говорил В первом Тайме Пешкович Хороший Галкипер Успел Он сейчас Переместиться И среагировал Здорово На Хлесткий Удар Домингеса Сейчас Ширу Да Конечно Нарушение Правил Тимачук Хороший Удар Очень Плотный И очень Точный Но Пешкович Пешкович Вновь Правильно Выбирает Позицию Вот Посмотрите Строго Плавные Переходы Хороший Удар Зырянов Бил Домингес Особо Не возражал Алехандро Домингес Чтобы Павленда Выбил мяч За пределы Поля Домингес Но Видимо Уже Не верит Домингес Погребняку Вот это Наверное Он ему Сейчас Говорит Открываться Надо было Или Что уж Там Показал Взглядом Посмотреть У Алексея Ионова И угловой И вновь усилиями Вороны Виона Сыграл Скин Донжин Балат Хороший Заброс Чемтофальский Вот получил Таки шанс Показать Свое Мастерство Зря Может быть Сейчас Затеяли Словацкие Коллеги Вот этот Повтор Шла Атака Зенита И очень Неплохая И вновь Вновь Голкипер На месте Михаил Пешкович Который раз В этом матче Он Выручает Своих партнеров Константин Зырянов Вот посмотрите На замахе Убрал соперника Как первоклассника Лукаша Пеллегрини 1-0 Впереди Зенит Если И будет Добавлено Время Арбитром То только Наверное За счет Расмусен Только что Был в кадре Петер Расмусен Главный Арбитр Ну уже Уже празднуют Болельщики Зенита Победу Своей команды Ну если не победу Еще все таки Есть какие-то Секунды То Удачный Исход Ну вот Теперь Теперь совершенно Точно Победу Алексей Ионов Молодец парень Вышел на поле Во втором тайме Оправдал Полностью доверие Дика адвоката И то что Не удавалось Другим футболистам Зенита Вот посмотрите Разреженное пространство Здесь возникло Ну и уже конечно Ничем не мог помочь Голкипер Пешкович Своим игрокам Поймал Поймал Соперников Алексей Ионов И забил Свой первый гол За большой Зенит И в каком матче В матче На Кубок УЕФА В пользу Зенита Через две недели Ждем вас на стадионе Петровский В Санкт-Петербурге